С нами на связи Игорь Петренко, доктор политических наук. Игорь, приветствую тебя в эфире телеканала Freedom. Приветствую. Рад видеть. Игорь, скажи, пожалуйста, вот для тебя, что бы ты выделил из того, что мы сейчас имеем? Ну, с учетом заявлений президента Украины Владимира Зеленского, с учетом позиций, которые он озвучил в время визита в Великобританию, ну и с учетом того, что мы сейчас имеем и, ну, уже официального кандидата в президенты США Дональда Трампа, его переговоры с Борисом Джонсоном, экс-премьер-министром Великобритании, и его изложением, как может проходить эта история. Да, попробуем вот с тобой выделить основные позиции, которые сейчас, ну, могут сыграть и вывести нас на конкретику уже, как говорил президент, осенью этого года. Ну, в первую очередь нам следует понимать, что Запад, условно, да, коллективным будем называть, и Соединенные Штаты Америки, и европейские государства, они не знают, что делать с Российской Федерацией. Вот, они не знают. Игорь, объясни, что значит не знают? Ну, как бы... Да, с удовольствием. Изначально, после развала Советского Союза, они пытались... У них была такая концепция вовлечения, то есть вовлекать Российскую Федерацию с помощью интеграции в экономическое пространство, общие проекты, энергетические и не только, для того, чтобы вырабатывать определенную общность, скажем, интересов и делать более прогнозируемые отношения с Российской Федерацией. Все это начало наламываться где-то с 2000-х годов, нулевых, условно, и с переходом Российской Федерации в окончательно такую агрессивную, скажем, позицию, с аннексией Крыма, и далее это уже полномасштабная агрессия в Украину, нету понимания у наших партнеров, как действовать по-другому. То есть, очевидно, они понимают, что предыдущая стратегия, она не дала свои плоды, а фактически, наоборот, была элементом попустительства для Российской Федерации и, скажем, создала для нее определенные условия, чтобы вести ту агрессивную политику, которую мы имеем на сегодняшний день. Поэтому сейчас они пока не знают. То есть, они, с одной стороны, наверное, понимают, что нужно действовать более жестко, но они к этому пока не готовы, поскольку, опять же, боятся большей эскалации, они просчитывают все элементы, как это будет влиять на их экономику, ну и так далее, многие другие вопросы. Поэтому, в целом, ни США, ни наши другие партнеры, они до конца не имеют того представления, как нужно поступать с Российской Федерацией. Насколько нужно увеличивать давление, если его увеличивать, нужно ли бояться, условно, какого-то развала или путь Чехии в России, или еще чего-нибудь другого. С другой стороны, у них есть понимание того, что Украина не может проиграть, что проигрыш Украины, он будет равняться проигрышу Западу, проигрышу Соединенных Штатов Америки и так далее. И, несмотря на эти заявления Трампа, которые мы имеем, что вот мы там помощь, ну, которые были предыдущие еще, до того плана, который Борис Джонсон нам озвучивал, якобы Трампа, у них есть понимание, что уже вложились они, уже есть определенные ресурсы, и проигрыш Украины для них – это будет проигрыш Запада, это будет проявлением слабости. И, конечно же, говорить о сдерживании России, о сдерживании Китая и о том, чтобы сделать «Make America Great Again», уже не будет представляться возможным. Поэтому очевидно, что стратегия поддержки, она, скажем, будет оставаться. Вопрос дальше, скорее всего, есть то же понимание, что уступки для России – это проявление слабости. А слабости – это то, что Путин будет пытаться использовать и повернуть против Запада, поскольку для него это вопрос экс-национальный. То есть я думаю, что все понимают, что он действительно верит в то, что он говорит о тех угрозах, которые несет НАТО, о том, что он воюет с НАТО, и все остальные, скажем, моменты, которые с этого вытекают. Это фактически параноидальный такой подход, одержимость Украины и всем остальным. Поэтому сейчас все-таки ближе к тому, чтобы говорить о максимально справедливом подходе к миру, который может, ну скажем, быть. И по поводу того, что Украина все-таки должна оставаться и построить сильное государство, то, которое может гарантировать и себе безопасность, и защищать себя, иметь возможность Российской Федерации при помощи, скажем, партнеров. Вот. Украинская позиция состоит в следующем, что, во-первых, мы готовы говорить об мире. У нас есть свой подход, у нас есть формула мира президента Зеленского, но мы готовы говорить это в справедливом ключе и всячески показывать те интересы, которые здесь заложены с точки зрения Запада и наших партнеров, и в целом, скажем, мирового порядка. Россия же со своей стороны, она просто хочет, скажем, хотя бы закрепить то положение вещей, которое у нее есть на сегодняшний день, опять же, чтобы получить какую-то паузу, передышку и вернуться с новым витком агрессии. Желательно, чтобы от Украины отказались от ее помощи и поддержки, да, и чтобы мы сами, скажем, еще ослабли, и для того, чтобы Россия могла завершить то, что, скажем, она начала на сегодня. Ну, как мы видим, в целом, подход к миру, к мирным переговорам, да, он тоже трансформируется и в риторике Трампа, и того, что уже озвучивал, скажем, Борис Джонсон, и тех людей, которые могут быть его потенциальными советниками, если же, конечно, он выиграет выборы. И константа здесь остается то, что, во-первых, нужно продолжать помощь и поддержку Украине, и это не вопрос, который нужно ставить на весы, что, мол, поддержка, либо мирные переговоры. То есть мирные переговоры, очевидно, это отдельный трек, а поддержка и наращивание возможности Украины себя защищать, она должна быть, ну, как само собой разумеющейся, быть основой в целом отношений, скажем, с Украиной, понимая все те далеко неудачие планы, которые ставит перед собой Путин. Вот, поэтому сейчас происходит тоже прощупывание позиций. Мы видим там и Орбана в АЕЖИ, вот, видим заявления Путина в разных, скажем, странах, где он бывает, да, у себя там на каких-то форумах там и так далее. Он пытается тоже об этом говорить. Мы видим то, что Путин начинает говорить о санкциях, чего раньше не было. А это тоже показатель того, что все-таки сложная достаточно ситуация, он это понимает. Как бы он раньше не хорохорился, не говорил о том, что санкции вообще сделали Россию еще более сильной, чем она была, и это неправда. И это болезненный момент, и, очевидно, тоже это элемент определенных переговорных позиций, которые далее будут обсуждаться. Я думаю, что есть тоже понимание того, что давать Российской Федерации любые на сегодняшний день территориальные какие-то уступки, ну, это проигрыш на самом деле. И такого делать нельзя, поскольку, опять же, это будет просто разжигать аппетиты. Как в свое время было молчаливое такое согласие с оккупацией, скажем, Крыма и развязывание войны, условное, да, я имею в виду согласие, развязывание войны на востоке Украины, так, очевидно, сейчас, если еще добавить к этому те территории, которые сейчас временно контролируются Российской Федерацией, ну, очевидно, это будет достаточно большая и существенная проблема. Еще есть один момент, который мы тоже должны учитывать, когда должны понимать отношение Запада к России и тому, на что Запад готов, как надавить на Россию, это вопрос позиции России в отношении Китая. И, как бы это ни звучало странно, но вопрос сдерживания России и Китая. Китай конкурент достаточно серьезный, Китай тоже занимает достаточно жесткую, как по мне, экспансионистскую такую позицию. Там никто не говорит о мягкой силе, там все-таки достаточно жесткие, пускай экономические, но жесткие инструменты делает Китай. И все прекрасно понимают, что если максимально ослабить Россию, то конкуренции Китаю в тех странах, которые будут близкие, и которые, ну, скажем, могут разные инструменты использовать, их не так уж и много. Поэтому вот эта вся сложная геополитическая конструкция, она имеет влияние непосредственно на ход потенциальных мирных переговоров, которые, скажем, могут произойти. Вот, наша позиция, и она должна быть основана на том, что мы говорим, что мы готовы, давайте говорить, но говорить о справедливом мире, и давайте понимать те последствия, которые могут быть с теми договорами, которые у нас будут. Если это будет очередной Минск-3, это не решение проблемы, это, опять же, заигрывание с агрессором, и, скажем, ложить руку или голову в пасте тигра. Поэтому здесь, очевидно, должен быть такой подход, который бы проявлял определенную силу и единство в отношении, скажем, Запада. Но мы видим сейчас уже, есть проблемы. У европейцев один взгляд. И они понимают, что это все-таки проблема, которая ближе к ним. А у американцев, особенно в ситуации, когда Трамп может прийти к власти, может быть немножко другой подход. И, Игорь, смотри. И мы будем пытаться играть Россия. Вот как раз хотел об этом и поговорить более детально, возможно. Но для начала давай приведем одну из позиций по поводу того, что же может быть, если Украину не поддержать. Каким может быть вот этот будущий концепт, собственно говоря. Положения, в которых окажется и Российская Федерация, и Украина соответственно. Планы российского диктатора Путина уничтожить Украину потерпели крах, но российская агрессия не остановлена. Поэтому поддержка Киева со стороны Вашингтона должна продолжаться, несмотря на возможные изменения в Белом доме после президентских выборов США. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Антони Блинкен. Он подчеркнул, что нельзя подвезти Украину, иначе Путин усилит агрессию и будет расширять ее на Запад. И другие потенциальные агрессоры вдали от Европы тоже извлекают уроки из этого. Давай услышим позицию и продолжим беседу. Владимир Путин уже потерпел поражение. Ему не удалось достичь поставленной цели – стереть Украину с карты, прекратить ее существование как независимого государства, включить ее в состав России. У него этого не получилось и не получится. Вопрос сейчас заключается в том, что является успехом для Киева в будущем. Ответ прост. Это сильная независимая Украина, которая все больше интегрируется с Западом, которая стоит на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом планах. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое для борьбы с продолжающейся российской агрессией, и помогаем строить планы на будущее. Мы видели сильное двухпартийное большинство в обеих палатах Конгресса в вопросе поддержки Украины. Я верю, что оно все еще есть. И, думаю, любая администрация примет этого внимания. Игорь, скажи, пожалуйста, такое чувство, что, не то чтобы там все, но история к чему-то подводится. И глава украинского государства Владимир Зеленский, как я понимаю, он не зря же говорит и очерчивает, по сути, определенные временные рамки. Вот этот второй форум мира, саммит мира, соответственно, до президентских выборов. Да, понятное дело, что само голосование там как бы во времени оно продлено, в разные участки, да, временные это происходит. Но, по сути, как я понимаю, такая точка, такая дедлайн, это 4 ноября. Да, по сути, до этого времени мы должны на что-то выйти, что-то увидеть. Да, что подведет к вот этой точке, соответственно, переговорной, какой-то конкретики. А что мы можем увидеть, что, возможно, должны увидеть до 4 ноября? Ну, задача первого форума мира, скажем так, который мы проводили по форуму мира, это было как раз создать пул стран и очертить позицию Украины, и создать пул стран, которые, скажем, поддерживают наш справедливый подход. Да, там было вынесено, скажем, 3 первых пункта, но, очевидно, говорили о широком контексте. Второй, это уже вопрос того вовлечения Российской Федерации, предоставления ей определенного экшн-плана, по которому мы, скажем, двигаться. И вот то, что мы должны увидеть, это реакцию Российской Федерации на этот экшн-план. То есть, если она просто отказывается об этом, скажем, говорить, это позиция, когда Россия, в принципе, не готова говорить о мире, несмотря на свои публичные заявления, что мы, мол, о чем-то там готовы. Ну, то есть, есть подход, который поддержали там несколько десятков, скажем, стран, и, ну, которые, скажем, согласны с тем основоположным принципам, в котором о них, скажем, говорится. Если же Россия входит в обсуждение, то, очевидно, это уже определенный процесс, где они должны выдвигать свои какие-то предложения. Ну, тогда это будет, скажем, более конструктивная позиция. Ну, и очевидно, что при смене власти в Белом доме, она в любом случае произойдет, поскольку Байден уже снялся с гонки. Если это будет Камила Харрис, то очевидно, что это будет политика ее, а не Байдена, в любом случае, несмотря на их там какой-то близости. Ну, или подход будет Трампа, что он должен будет, очевидно, тоже понимать общую конъюнктуру и ту позицию, которую занимает Российская Федерация. То есть, сложно будет Белому дому и Трампу говорить о том, что, мол, садитесь, переговаривайтесь, если Российская Федерация, она отвергает, скажем, те подходы, которые вот звучат от Украины, да, и даже сам факт там присутствия или не присутствия на этом саммите мира Российской Федерации тоже может много о чем, скажем, говорить. То есть, это действительно будет индикатор того, на что Россия, она, скажем, готова. То есть, либо это вопрос конструктивного, скажем, какого-то диалога, либо это все-таки вопрос, опять же, затягивания и того, что, ну, Россия желает просто, ну, скажем, добиться капитуляции Украины, чего точнее, скажем, не бывает. И давай вернемся к этой истории, которую в своей статье в Daily Mail опубликовал Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании. Ну, и понятное дело, что эта история так или иначе связана с его встречей с кандидатом президента Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. И смотри, до этого мы также приводили мнение, да, в часть выступления Энтони Блинкина, госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Да, но он же так интересно ответил, да, вот какая должна быть победа Украины. Мы видим победу Украины в том, что это сильные независимые государства, да, способные давать отпор российской агрессии. Крым, Донбасс, что с этим? Ну, Джонсон тут, как бы, да, немного добавляет конкретик от себя. Понятное дело, что это, как бы, позиция человека, который сейчас, ну, не является официальным лицом или официальным представителем того или иного государства. Но насколько для тебя здесь оно соотносится? Да, заявление, соответственно, Блинкина и вот этот план, как бы, Бориса Джонсона, да, его предложения определенные. Да, там же, что, как бы, определенные пункты могут вызывать там споры, но, да, первее всего он говорит о том, что Трамп способен решить какие-то вопросы, да, эти бюрократические проволочки, у него с этим будет меньше проблем, чем, возможно, в администрации сегодняшнего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена. Вот, да, удары вглубь России, мы выходим на границы, там, 24 февраля 2022 года, и вот мы смотрим, тогда уже это позиция силы, да, с которой мы можем выходить на какие-то переговорные треки. Да, скажи, пожалуйста, по твоему мнению, да, насколько здесь велика вероятность того, что вот эта история как раз и, ну, скажем так, выльется в те конкретные вещи, которые описал Борис Джонсон, да, и с учетом того, что сейчас заявляет на уровне того же Антони Блинкина. Да, здесь нужно в определенной степени быть островными подобными там заявлениями, со всеми, скажем, уговорками, но, по крайней мере, это все равно позиция, которая важна для публичного дискурса, что вопрос торговли территориями, он является неприемлемым. А вот как раз, да, давай уточним, что об этом как раз речь не идет. Никто о территории не отказывается. Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский. Да, война, понятное дело, но никто не, скажем так, не отходит от позиции, что можно все урегулировать и дипломатическим путем. Безусловно. Поэтому эта позиция, она важна, то, что озвучил Борис Джонсон, это, ну, скажем, не то, чтобы альтернатива границы 1991 года, но это, скажем, вопрос того, что Украина смогла отстоять, одержать, удержать, скажем, себя, свою независимость. И дальше это будет вопрос как раз политико-дипломатического определенного процесса по вопросу Крыма и части Луганско-Донецкой областей. И здесь действительно ты абсолютно правильно подметил, что очень важно, это какую аргументацию и какой инструментарий будет предоставлен или на который будет готов пойти Запад в вот это вот взаимодействие, обсуждение с Российской Федерацией вопроса, скажем, мира. Поскольку, ну, давай тоже эффективно говорить, что достаточно много козырей у Запада еще остается. Это касается санкционной политики, на самом деле, поскольку, во-первых, мы уже давно ждем новые пакеты, мы видим, что их все труднее согласовывать, это один момент, но в целом набор инструментов экономического влияния достаточно болезненного для Российской Федерации, он остается еще достаточно велик, достаточно велик. Поэтому, в принципе, тут один момент. Второй момент, это действительно, это то, что тоже ты вспоминал, вопрос о предоставлении Украины новой номенклатуры вооружения, количество тех же самолетов, которые, наконец-то, мы должны этому получить. Это вопрос разрешения Украины на использование западного оружия в определенных, скажем, направлениях, рамках и так далее. Поэтому очень важно еще озвучивание или очерчивание вот этого вот рамок или не рамок даже, а набора того инструментария, на который Запад может еще пойти, если в том случае, если Российская Федерация не захочет говорить о вопросе адекватного, скажем, мира. Вот это важный момент, который бы стоило тоже посылать и говорить, поскольку на сейчас это, скажем, такая конструкция, в которой логический вопрос, ну а почему кто-то на что-то должен соглашаться в этой ситуации, в этой, скажем, конструкции. Поэтому, ну, я думаю, что мы тоже к этому придем. Единственное, что вопрос такой турбулентности политической, которая у нас есть в связи с выборами в Соединенных Штах Америки, она, безусловно, создает определенные сложности в общей позиции Запада, в вопросе того, на что можно или на что он будет готов пойти, для того, чтобы склонять Российскую Федерацию к адекватным мирным перенаборам. Посмотри, оценивая то, что выдал Борис Джонсон, вот вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантийской интеграции Ольга Стефанишина, она, как сообщает Интерфакс Украина, она отметила, что, ну вот, мы должны ценить его смелость, да, Бориса Джонсона, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом и пытался объяснить ситуацию в Украине. И, как отметила госпожа Стефанишина, предложения Джонсона имеют целью создать поле для дискуссии. И вот, Игорь, у меня возникает вопрос по поводу вот этого поля для дискуссии. А как этот процесс может происходить, с учетом того, что даже и то, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC, да, соответственно, все сказали, что, ой, глава украинского государства не отказывается от переговоров там с Россией. Но там нужно, как бы, читать то, что он действительно заявил. Он заявил о том, что, да, мы не против переговоров, да, с учетом позиций и того, что в этом будут задействованы наши партнеры и представители Российской Федерации. Как я понимаю, речь не идет о переговорах один на один. Речь идет о каком-то формате, который был использован и во время Минских соглашений, как я понимаю, да, и во время обменов, которые происходили, да, с учетами позиций Украины, Российской Федерации и наших партнеров, будь то Турция, Катарь или Объединенные Арабские Эмираты. Все равно, как мы понимаем, арбитры будут оставаться. И мы не говорим о прямых переговорах между Киевом и Москвой. Что ты скажешь по этому поводу? Форматов быть может достаточно большое количество. Мы даже можем более свежие примеры говорить. Это «Grain for Ukraine». То есть соглашение, которое происходило в рамках нашего диалога с Турцией и с ООН, и с другой стороны это ООН, Турция и Российская Федерация. Поэтому такие форматы невозможны. Это не является ноу-хау. Подобные переговоры велись и по Сирии, и по многим другим. В многих других, скажем, ситуациях, когда там стороны, сторонам было сложно напрямую, скажем, вести какие-то диалоги. Но нам действительно сложно, я прошу прощения, Российская Федерация каждый день убивает украинцев, уничтожает наши города, детей, обстреливает больницы и так далее. Поэтому имейте, я не знаю, какие нужны нервы для того, чтобы напрямую вести эти переговоры. С другой стороны, конечно же, есть определенная, скажем, ситуация, есть сложность экономическая. И то, что мы хотели бы поскорее остановить, скажем, войну, это правда. Но для нас важен вопрос цены. Мы уже достаточно большую цену заплатили. И для нас важно участие других стран не только с точки зрения того, что они арбитры, которые должны оценивать и говорить, что ваше предложение неадекватное, а ваше адекватное. Ну и как гаранты того, что будут эти договоренности соответствовать действительности и, главное, выполняться. Да. Вот это важный момент. И второй важный момент – это то, что мы хотим гарантии безопасности. Ну, то есть это просто гарантии того, чтобы соглашения выполнялись и того, чтобы Украина получала соответствующую, скажем, помощь. И гарантию безопасности. Я говорю спасибо. Есть у нас определенный цепнот, хотя я с удовольствием его продолжим. Как я говорю, есть у меня еще пару десятков вопросов, которые я с удовольствием бы с тобой обсудил. Но, к сожалению, также наше время ограничено. Я думаю, будут у нас новости, которые с удовольствием обсудим вместе с тобой. Благодарю. Игорь Петренко, доктор политических наук, был с нами на прямой связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова